Приветствую вас, Марина. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, мне кажется, то, что вам нужно понять, это то, пожалуйста, что никто вам не будет ставить диагнозов в рамках такого. Общение в рамках такого формата, вот, потому что, ну, как бы, мы вас не видим, мы вас, по сути, не знаем, вот, и дистанционно никто вам диагноза не поставит. Есть ощущение, что этот диагноз вы хотите в какой-то степени поставить сам себе, есть такое чувство, вот, по крайней мере, у меня такое чувство есть, вот, есть такое ощущение, оно у меня, например, присутствует, вот. Вот. А, ну, несмотря на это, диагноз вам ни один профессиональный врач ставить не будет, даже, вот, у нас есть на сайте психотерапевты, вот, они вам дистанционно, ну, не будут ставить диагноза. Просто нужно с вами поговорить, нужно с вами пообщаться, вот, чтобы сделать какие-то выводы. Это постараюсь касаться врачей, вот. Психология, психология, в разделе, который вы задаете свой вопрос, вообще не занимается обстановкой диагноза, вот. Мы занимаемся помощью людям в том, чтобы, ну, лучше, чтобы они могли лучше себя принимать, наверное, в первую очередь, вот, и, собственно, это наша основная работа, вот. Мне кажется, что, если, если у вас есть подозрение на то, что вы больны, то вам, ну, нет смысла обратиться к врачу-психотерапевту, вот, к врачу-психиатру. Вот, по месту вашего жительства, вот, он вас осмотрует, поставит диагноз и назначит лечить. Но я могу сказать, что лечение, это, знаете, очень поверхностная история. Вот, очень поверхностная история, потому что в основе любого психического заболевания, если мы говорим про психогенную природу, не эндогенную, а именно психогенную, если мы говорим. В основе любого заболевания лежит невроз, так или иначе, лежит внутренний конфликт, так или иначе. И, соответственно, если исключение составляет только вот эндогенные заболевания, которые развиваются в результате травм, нарушения обмена веществ и прочих биологических оснований. Вот, это может быть наследственное, что-то раздельное, вот, это может быть приобретенное, что-то негативное. Вот, но, как бы, у этого есть биологическая природа. Вот, а что касается вашей истории, то, то, что вы описываете, то, как вы это описываете? Я бы сказал, что вот у вас такой комок, комок стыда, комок боли, комок обид. То есть, потребности во внимании и страха. В этом контексте, я бы сказал, что и дереализация, и страх смерти, страх болезни какой-то. Это ваш способ привлечь к себе внимание. Ваш способ выявить о себе. Потому что, если бы не эта ситуация, если бы не эта история, вашей жизни, которую вы рассказали, то, возможно, вы бы никогда не обратились к нам за помощь, не написали бы, не рассказали бы о себе. Вот. А как вы о себе рассказали, так вы о себе заявили, так вы позволили себе обратиться за помощью и разрешили себе, да, чего-то от людей ждать, чего-то от людей, ну, хотеть. А в противном случае, если бы этого не было, я боюсь, что, вероятно, вы себе этого не позволили бы, к сожалению. То есть, вы бы просто закрыли бы себе доступ вообще, ну, к любому контакту. Понимаете? Я думаю, для вас это такой вот способ. Способ, очевидно, жить. Очевидно, способ взаимодействовать. Очевидно, это для вас способ получать то, что вам нужно. А вы говорите, ну, про то, что ходили на терапию вам, что стал лучшим, вот, потому что сеансы прекратились, вот. Ну, не очень понятно, почему вы не начали заниматься с другим специалистом, вот, если вам это, условно говоря, помогало. То есть, как-то странно, один терапевт у вас, по сути, был, вот, с которым ваши отношения прервались. Опять же, непонятно, почему, ибо можно, в принципе, работать онлайн, вот. То есть, вот, как-то здесь, как-то здесь всё, я бы сказал, не совсем очевидно. Как-то здесь не совсем всё понятно. То есть, я ничего не хочу сказать, вот, но, возможно, когда вам стало лучше, вы начали блокировать себе вот этот вот успех, какое-то изменение. Вам стало страшно, что, что вот, если я изменюсь, то мне придётся брать ответственность. Ответственность вы очень сильно боитесь. А, вот, неудивительно, неудивительно совершенно. А, почему вы её боитесь, потому что всегда, всегда очень тяжело вам это, ну, доставалось всегда очень тяжело, вы с ней взаимодействовали. Ну, вот, естественно, вы её боитесь. Вот. И все эти страхи, вот, всё это, в какой-то степени, связано именно с тем, что вы хотите избежать ответственности. Вот, она вас пугает, потому что, что бы я ни сделала, да, всё будет плохо. Что бы я ни сделала, всё будет, ну, как-то вот негативно. Вот. Вот. А, вам очень, мне кажется, тяжело. От того, что... От вас. Есть ожидания у других людей, и вместе с ним вам тяжело положить, что вы находитесь, как бы, в клетках. Так что, слегка себя, слегка, привыкшая подавлять свои чувства, вот, следить за их, стеснять за их, вот, не признавать их, вот. Вот. Вот это очень трудно. И это напряжение, соответственно, генерирует у вашей психики вот такие реакции в виде вот этих вот симптомов. Конечно, можно предположить, что у вас есть заболевание какое-то, вот. Ну, я предпочитаю думать, что это следствие внутренних конфликтов и невыраженных обид, вот, которые у вас имеют место быть. Вот. Вот. А, вот, то, что, в общем, я бы хотел вам сказать. Теперь давайте разберем ваши тексты. Я в течение 10 лет периодически нахожусь в стрессе. Ну, а здесь надо сказать о следующем, что, в самом себе, стресс история хорошая. Ничего плохого в стрессе нет. Потому что стресс, он генерирует энергию человека для того, чтобы человек существовал и жил. Вот. Без этого, в смысле, без стресса, человеку жить было бы гораздо сложнее. Мне кажется, что вы не говорите не про стресс, как таковой, а больше про дистресс. Это когда стрессовая реакция является такой чрезмерной, подавляющей, болезненной, тяжелой, вот, и, соответственно, вам трудно с ней что-либо делать. Вот. То есть вы вообще не умеете обращаться со стрессом. Что такое стресс? Это энергия определённая. Вот. Которую человеку нужно, ну, направлять. Вот. Определённое русло. Нужно человеку направлять свою энергию, а вы, соответственно, это, скорее всего, не делаете. Потому что не знаете, как, что делать. Вот. Так что, действительно, очень печально, очень жаль, что вы находитесь в стрессе. Очень жаль, правда. Вот. Но стресс полностью не избежать. И не нужно его избегать. А вот учиться взаимодействовать с ним, учиться жить, им вполне нужно. Сначала это были наезды родителей из-за оценок в школе. Но я не думаю, что это были только наезды родителей из-за ваших оценок в школе. Я думаю, что дело здесь несколько глубже. Вот. Я думаю, что оценки – это только следствие. Вот. А причина немножко в другом. В том, что, вероятно, родители, ну, вообще, были, были вами, ну, недовольны. Вот. В целом. Вот. И вот вы это все чувствовали. А школьные оценки, они помогали оправдывать недовольство родителей и вашу вину перед ними. Вот. Конечно, это весьма печально. Также важный момент такой, что взаимодействовали ли вы еще как-то, кроме школьных оценок. Вот. А на мой взгляд, ну, скорее всего, нет. То есть вот кроме школы, больше вы, вероятно, не общались. Это тоже достаточно грустно. Это тоже достаточно печально. Ну, вот. Потому что там общение с родителями нужно. Вот. Ну. Вот. Получилось. Как. Получилось. Значит. Это своего рода травмы. Развод родителей травмы. Я положил дедушка и бабушка. Значит. Что такое дедушка и бабушка? Дедушка. Это требования. Чрезмерные, большие, высокие. К себе. Это, по сути, существование в догме. Это такой вот догматизм. Состоянный. Спасибо. Вот. А. Естественно, что требования к себе вас начали расти. Вряд ли могло быть по-другому. Вот. Ну. Это, опять же, здесь, как в первом и втором случае, у вас, мне кажется, ну, практически, а попально, можно сказать, подавляли. То есть, свободной вы не были. С собой вы не были. Дальше. Они очень часто ссорились. А мама? Вот. Где мама? Ну. Развелись. Родители. А почему вы стали с бабушкой и дедушкой жить? Они очень часто ссорились. Ну. Ссоры. Дедушки и бабушки тоже довольно таки драматично. Вот. Плюс. Ну. Люди. Ссоры. Пожилые. Да. Ссоры пожилых людей. Да. Ссоры пожилых людей. Это не то же самое, да, что ссоры людей со среднего возраста или молодых там и что. Пожилые люди сейчас ссорятся довольно таки от безысходности. Вот. И дедушка и бабушка транслировали вам безысходность. Вот. Своё состояние. Вот. Что они уничтожны. Что им тяжело. Вот. Но они продолжают жить. Ого. Ну вот. В том аду, который они себе устроили. Вот. И так казалось они с завозниками. Своих долг. Вот. И вас. Собственно говоря. Сделали такой же. Заложенский скрипт. Дальше. Дальше. Дедушка был очень нервным пыльчим человеком. Хотя меня любил, что я не покупал, никогда не ругал меня за оценки. Ну вот. То есть здесь у вас идет некоторый акцент. Спирчивый и нервный. Но можно потерпеть. Если он любил и что для меня делал. Слепку покупал точно. Дальше. Два года назад он погибает из-за серьезных проблем на работе. Остались с бабушкой. Это травма. Еще одна травма, которую вы не прожили. Значит. В подростковом возрасте вас беспокоили навязчивые мысли определенного характера и это агрессия и протест с вами подавляемая. Дальше. Меня часто критикуют мама и бабушка, что они с ними не общаются. Нет. Они таким там дателлером. У меня плохая походка. Ну. Я бы сказал, что мало какие родители, конечно, довольны вообще с тем, с кем общается их ребенок и что он вообще делает. Но в целом, в целом, это про границы. Вот. Это про границы. То есть что-то про то, что между вами и родителями, ну, в данном случае, бабушкой и мамой. Они выстроены границы и они постоянно нарушают. Ваши границы? Вы уверенно решаете их? Да. Конечно, я вам это говорю отнюдь не для того, чтобы вы начали себя винить. Из-за этого у меня появился сильный векционный стихий ненужный стихий. Здесь вы перекладываете ответственность. на других людей, ну, в данном случае, на бабушку и маму. Обменяю их в том, что из-за них у вас, а, значит, появилось ощущение ненужности. Вот. Но это, на самом деле, вы решили, что никому не нужно. То есть решение по факту это ваше. Оно остается ваше. Это решение, к которому вы уже давно пришли, но, как мне кажется, теперь получили способ легально его продвигать. Это решение. Это решение. Вот. Потому что, ну, в конце концов, мама и бабушка не единственные люди в вашей жизни, но вот есть те. Я думаю, что если я, с кем вы общаетесь еще, помимо мамы и бабушки, и соответственно, эти люди, вероятно, относятся к вам в другом. Вот. Невероятно, скорее всего. Но почему-то именно бабушка и мама задавать у вас ощущение не нужно. Что здесь? Здесь тоже самое про границу. Вот. То есть если мама, бабушка меня не одобряет, то я, значит, я не нужна. Вот. Ну, подумайте немножко, потом о нужности, кому вы говорите. То есть про линдж, правда, это очень сильно другое. Дереализация. Страхом зайти с ума. Ну, дереализация – это защитная реакция. Заходить с ума – это то же самое. Вот. Правда, немножко здесь, как мне кажется, в купе с наказанием. Ну, то есть идея себя наказать у вас здесь присутствует. То есть я должна зайти с ума, да, если я никому не нужен. Вот. А привылка – это то же самое, что и стресс. Штука хорошая, но если не иметь привычки направлять, ну, вот. Такое, какое-то вот конструктивное руль. Вот. Что, в общем, все довольно печально становится. То есть строго, ну, на самом деле, может быть очень сильно. Вот. Если не понимать, как бы что ее вызывает, да, и как с этим работать. Ну, то есть, как с этим взаимодействовать. Дальше. Так. Еще меня пугает припарное настроение. Это вы управляете себя и, ну, с чувствами своими знакомых. Постоянно плакать, я смогу расплакать от красивой музыки, фильмов от 50 животных. А, ну, здесь, как бы, рассказывается то, что свою чувствительность вы глушите. Вот. А, ну, как бы, принимая позицию в позицию окружающих вас людей. Вот. И, в итоге, эмоции проявляются вот, ну, вот, в таких вот трамплингах. То есть, когда, вот, что-то происходит, такое, то вы видите, что-то, что-то, что-то такое, где есть какая-то искренность, где есть какая-то чувственность, вот, где есть какая-то уязвимость, вот, ранимость, может быть, ранимость есть где-то, вот. И, вы, естественно, начинаете плакать, потому что здесь ваши чувства, которые, вот, если бы не прожитые, вот, они начинают давать о себе знать. Вот. Мне кажется, что вы их, ну, в какой-то степени, ну, знаете, глушите их. Вот. Мне, ну, мне так, по крайней мере кажется. Вот. Вот. Судя, соответственно, такая вот следливость, следливость. Вот важно, замечательно, что вы здесь, следливости есть. Что там ещё есть? Значит, вы описываете, где вы плохо плакали, вы описываете ситуации, где в определённый момент это было слезо, и вот важно посмотреть, что там ещё за чувство. Если без лет назад я могла как-то отвлечься хоть на время, да сейчас мне постоянно хочется плакать, у меня два часа улыбка, все заражает внутри от стойки, а то ощущение, что я сумасшедшую. Даже происходит постоянная дереализация. Если существенно качество жизни ухудшается, ну, не обратиться к врачу. Вот. Чтобы вам немножко поправили именно медикаментами физическое состояние. Вот. Чтобы оно до определённого минимума дошло. Вот. А дальше, соответственно, психотерапия. Вот. То есть, как бы, так вот. Вполне вероятно, что сейчас вы не сможете заниматься психотерапией, да, ну, и просто быть к ней невосприимчивым. Вот. Вам это будет слишком тяжело. Вот. Поэтому, рассмотрите вариант, обратиться к врачу просто вот. Чтобы он вот осмотрел на нас какое-то лечение и обязательно порекомендовал психотерапию. Вот. Чтобы, ну, как бы, со всех сторон работать здесь. Понимаете, да, о чем идет речь? Дальше идем, пойдем. Часто бывают, в принципе, эпохондрии, страхи, что у меня болезнь, болезнь. Это при этом внимание. Это нехватка внимания. Вот. А, соответственно, точно это у вас невроз. Вот. Но с этим не нужно работать, потому что если с неврозом не работать, то он действительно может все перерасти в какое-то заболевание. вот. Поэтому если вы этого не хотите, то, соответственно, нужно работать с вашим состоянием, нужно заниматься психотерапией, повторюсь еще раз. Ну, вот. И, соответственно, не оттягивать. И вот как вы это сделали, когда ваш психолог, ваш психотерапевт уехал. Вот. То есть, причина, по которой вы прервали свой контакт, да, она, честно говоря, для меня не знаю до сих пор. Вот. Эта причина. И я как бы думаю, что может быть вам, если вы тяжело сходите с людьми, вот, или если вам тяжело, например, доверять людям, другим, вот, вам имеет, имело бы смысл связаться с этим терапевтом, вот, попросить его о помощи, вот, попросить его помочь вам, вот, и снова начать с ним работать. Если же такого прям, такой привязки нет, вот, то, конечно, имеет смысл начать с, ну, самостоятельно выбрать себе психопсихолога, потому что много, 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 много уехал. Утекло воды, вот, с тех пор, как вы, ну, занимались с ним. И, соответственно, сейчас, сейчас вы уже, ну, не такая, какой, какой были раньше, сейчас вы уже, в них, ну, сейчас всякого сомнения, другая, сейчас вы уже, вне всякого сомнения, изменились, вот. И, на мой взгляд, с тем терапевтом он уже может быть просто, вот, не совсем, ну, не совсем комфортно, да, не совсем хорошо, не совсем удобно. Вот. Ну, потому что он, там, плохой какой-то, да, нет, а именно потому что, вот, а именно, потому что вы уже, вы уже другая. Ну, тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, такой вариант вам имеет смысл рассмотреть, вот, потому что, возможно, это будет для вас именно тем, что нужно, возможно, для вас это будет именно тем, с чего бы, ну, что вот, да, идеально подошло бы вам, ну. Хотя, понятное дело, что, ну, варианты, варианты могут быть разные. Вот, примерно, такой ответ, хочу вам отдать. Вот. У меня к вам много сочинств, вот, пришлось вам выделить нелегко, вот, вы, большая молодец, что обращаетесь к помощи, вот, но делаете вы ошибку в направлении, то есть вы пытаетесь поставить, по сути, себе диагноз, а, ну, заочно, вот, а диагнозы заочно вам, как я уже говорил, ставить никто не будет, вот. Вот. То есть, тут вот вы совершаете ошибку, на мой взгляд, именно, вот, когда хотите узнать свой диагноз, вот, узнать, что вы, чем, чем, чем вы больны, вы больны, к примеру. Вот это, мне кажется, пусть совершенно тупиковый, вот, потому что, знания, знания о болезни вам не дадут, не дадут абсолютно ничем. А страдать вы будете, гоняя за диагнозы и принимая препараты достаточно сильно. Вот. Поэтому, я рекомендую вам обратить внимание, именно, вот, на этот момент. Удачи вам! Желаю всего самого доброго! Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго! Так, наsom이고... Так. ish